Здравствуйте! К 2024 году Россия, в том числе Магаданская область, должны исполнить указ президента Владимира Путина об удвоении экспорта сельхозпродукции. Одним из ресурсов повышения урожайности чиновникам видится расширение площадей. В ближайшие несколько лет на Колыме в производство должно быть введены тысячи гектаров сельхозземель. За неиспользованием земли следит Россельхознадзор. И об этом мы поговорим с начальником отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Магаданской области Ниной Рогатных. Здравствуйте, Нина Александровна! Здравствуйте! Начиная с 2017 года, ведомство собирает сведения о неиспользуемых земельных участках сельхозназначения. Много ли их и в каких районах их больше всего? Неиспользуемые земли имеются во всех районах Магаданской области. Да, действительно, мы собираем информацию и свою, а также получаем информацию из городских округов. Вообще земли сельхозназначения в Магаданской области чуть больше 300 тысяч гектаров. Из них сельскохозяйственных угодий половина, примерно половина, но и половина из этой половины не используется. А все-таки почему не используется? Какая главная причина? Чем объясняют люди, которые берут все-таки эти земли? Мы видим причину, главную и основную в том, что это отток населения с территории Магаданской области, закрытие совхозов и поселков, расселения, которые при этих совхозах существовали. Таким образом, в основном выявляется неиспользуемая земля, которая выделялась гражданам в 90-е, 2000-е годы. В основном в 90-е годы, как паи от своих совхозов. Это были прекрасные пахотные земли, различные там угодья были. Потом, когда поселки стали закрываться, люди стали уезжать в другие регионы. И многие из них даже и не подозревают о том, и забывают о том, что у них есть в собственности или в пожизненно наследуемом владении земля. И что они несут ответственность. Потому что, как только гражданин приобретает землю, он с правами на эту землю приобретает и ответственность. Он должен соблюдать определенные требования земельного законодательства. Ну, а землю берут не только магаданцы, но и жители других регионов. Вообще, часто они попадают в поле зрения Росельхознадзора. Но если вы имеете в виду программу дальневосточного гектара, которая начала действовать, там условием этой программы является то, что два года человек должен определиться с видом разрешенного использования. Так как мы надзираем за землями только сельскохозяйственного назначения, поэтому он за эти два года должен определиться, под какой вид разрешенного использования он будет делать на этой земле. Либо выращивать скот, либо косить сено, либо разводить рыбу на землях сельскохозяйственного назначения. Это тоже разрешается. Потом, в течение трех лет, он должен освоить этот земельный участок. Три года дается на освоение. То есть пока мы, вот этих вот людей, которые попали под программу дальневосточный гектар, и имеют в безвозмездном пользовании пока земли сельскохозяйственного назначения, пока мы их не проверяем. Но это не значит, что мы не смотрим за этими землями. Все равно информацию об этих гектарах мы собираем из муниципальных образований. И проводим мероприятия, плановые рейдовые осмотры этих участков. Если уже там есть явные нарушения какие-то земельного законодательства, предположим, на своем земельном участке он решил там устроить свалку, или построить какое-нибудь строение, а плодородный слой почвы снял и перемешался с подстилающей породой этот плодородный слой, в бурты должен снятый плодородный слой складываться в бурты, а потом использоваться. Если это явное нарушение, тогда мы ему вносим предостережение. Предостережение – это такая мера, которая позволяет гражданину указать о том, что имеются признаки какого-то нарушения, и что по этой статье предусмотрены такие-то штрафные санкции, поэтому нужно необходимо все это, так сказать, сделать, убрать, и дается определенный срок. Минимально 9 месяцев, но я думаю, там даже больше дается срок. Все очень реально делается всегда. А часто в основном просто смотрим, приступил, не приступил, и идем только на те участки, на которые уже человек выбрал вид разрешенного использования. Под контролем находятся более пристальным, это, конечно, земли, это сельскохозяйственные угодья, наиболее ценные сельхоземли. К ним относятся пашни, сенокосы, пастбище. Ну, если говорить о штрафах, я знаю, что с 2015 года они увеличились в десятки, да? Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. Да, штрафы увеличились и заметно. И заметно. Вот за неиспользование земельных участков в течение трех и более лет, этих участков мы выявляем очень много, при проверках, вот именно брошенные участки, о которых люди забыли даже совсем, значит, штраф составляет для гражданина 0,3-0,5% от кадастровой стоимости земельного участка. Так как кадастровая стоимость земельных участков у нас на Колыме невысокая, но не менее трех тысяч рублей. Поэтому никогда не бывает штраф за неиспользование земельного участка для сельского производства менее трех тысяч рублей. А вот если человек не борется с сорной растительностью, он у него зарастает деревьями, кустарниками, если он там не пасет скот, если он там не производится накошение, если это пашня, и он там не производится работы по обработке почвы, сельскохозяйственной техникой, если человек не проводит мероприятия по сохранению и увеличению плодородия земель, то тогда штраф для гражданина будет 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей, а для юридического лица до 400 тысяч рублей. Но все-таки изначально он получит предупреждение, если мы говорим о физическом лице, а потом уже будет штраф. Штраф может быть заменен на предупреждение, если это правонарушение совершено впервые и не приводит к угрозе жизнью или здоровью окружающей среды человека и так далее. Хочу сказать о том и предупредить граждан о том, что штрафы нужно платить своевременно. Если в течение положенного срока, это 10 дней дается на обжалование постановления, и в течение двух месяцев нужно заплатить административный штраф. Если административный штраф не будет уплачен, то тогда он судом уже будет установлен в двойном размере или, может быть, даже наложен административный арест или там обязательная работа и так далее. Поэтому эти дела рассматривают суды и вот такие штрафные санкции. То есть он заплатит и тот, и тот штраф, и еще один. А вот какими критериями руководствуется Росельхознадзор при изъятии земельных участков? Много ли участков вообще изъяли в этом году и в прошлом, например, по сравнению? Ни в этом, ни в прошлом году изъятием не был изъят ни один земельный участок. Процедура такая. Если в течение трех и более лет Росельхознадзор выявляет нарушение при использовании земельного участка, то тогда мы эту информацию подаем органы местного самоуправления, те, кто выдал этот земельный участок. Но тут имеется одна проблема. Проблема в том, что при первой проверке мы даем предписание. Вместе с актом проверки мы выдаем предписание о том, что нужно исправить. Даем ему определенное количество времени, но не более 9 месяцев. Через 9 месяцев мы выходим. На следующий год опять выходим. Так мы должны три года выйти на эти проверки. Мы выходим. Но, к сожалению, граждане, когда мы должны наказать их за то, что они не исполнили предписание по статье 19.5 КОАП Российской Федерации, граждане часто не получают наши уведомления о составлении протокола. А эти материалы мы направляем в районные мировые суды. Мировые суды возвращают нам эти материалы, потому что считается, что гражданин не ознакомлен со своими правами и ненадлежащим образом уведомлен. И вот таким образом. А изъять можно, когда постановление вступило в законную силу суда. И вот через 5-10 дней после вступления в законную силу мы должны материалы все направить в орган местного самоуправления, а те уже подают в суды на изъятие. Эта процедура очень долгая, очень длительная. И, ну, немножко есть у нас в Магаданской области как-то больше работает другой вариант. Часто те люди, которые все-таки находятся, которые приходят на протокол, платят штрафы, и понимают, что участки находятся в отдаленных местах. К ним нет подъездных путей. У них нет материальных средств для того, чтобы освоить земельный участок, вести на нем хозяйственную деятельность. Ведь часто давалось это людям в 90-е годы, сейчас это довольно-таки уже пожилые люди. Вот. Ну, это... И тогда... Они сами отказываются. Да, человек имеет право, гражданин имеет право добровольно отказаться от права собственности на земельный участок. Он это может сделать, значит, через органы Росреестра. А сейчас это можно сделать в отделениях МФЦ в каждом районе. А вот... Либо, если это пожизненное наследуемое владение, то тогда он должен написать заявление в орган местного самоуправления, там, где находится его земля. Часто это бывают иногородние граждане, уже в других регионах. Мы подсказываем им, как это сделать, как правильно написать заявление. Предоставляем копии постановлений, по которым выделены были эти земельные участки. Ну, и вот таким образом люди отказываются от этих земельных участков. Если участок был в собственности, он переходит в собственность района. И тогда уже район озабочен тем, чтобы предоставить этот участок либо по дальневосточному гектару, либо предлагается в газетах, в средствах массовой информации, в других, в любых. О том, что имеются участки, торги устраиваются, и человек берет землю в аренду, и желающие берут землю в аренду. Не хочу сказать, что это особо в отдаленных районах, Ягоднинском, Сусуманском, это, конечно, не так востребовано. Самые востребованные земли у нас в Ольском и Хасынском городских округах. Потому что есть подъездные пути, земли в основном не заросшие. Но, однако, и здесь имеются тоже нарушения, которые мы выявляем, привлекаем граждан к административной ответственности, разъясняем, очень много ведется у нас профилактической работы, не только на сайте управления, но и статьи пишутся, и письма рассылаются, и рассылки, информация посылается о том, как правильно нужно ухаживать за землей, какие требования нужно соблюдать. Ежеквартально проходят публичные слушания в управлении, где тоже можно задать вопрос. Поэтому, я думаю, что в основном уже люди знают, что, взяв землю, нужно будет на ней работать. А вообще в Магаданской области часто собственники отказываются от земельных участков? Ну вот, случаев много довольно-таки. Вот мы с 2016 года начали проверять, получив информацию о неиспользуемых земельных участках из Ягоднинской администрации, Ягоднинского городского округа. Мы стали все эти участки проверять. Вот в основном там от участков отказались, потому что поселки все распались, и люди в собственности имели свои участки на делы, и многие отказались от этих земельных участков. А теперь эти участки находятся в собственности Ягоднинского городского округа. В Ольском городском округе тоже много участков перешло в фонд перераспределения земель. В городе Магадане тоже есть такие случаи. У нас много здесь в городе Магадане участков в 90-е годы выделялось для ведения крестьянско-фермерских хозяйств на 36-40-м километре основной трассы. Это земли сельхозназначения, но они никогда не были сельхозугодьями. То есть человеку нужно было самому, как говорится, начать освоение этого земельного участка и вложить в него определенные средства. Кстати, суда когда-то выделялись, вот такие безвозвратные. Но, к сожалению, эти участки не востребованы, потому что там нет инфраструктуры, нет подъездных путей, дорог. Они прекрасны, может быть, для охоты, может быть, для сбора грибов и ягод, но для ведения к ФХ это очень сложно. Однако мы плотно работаем с мэрией, и результаты наших проверок, многолетние результаты наших проверок. То есть мы инвентаризируем эти земли. И если есть у нас информация о том, что гражданин либо выбыл вообще за территорию Магаданда, либо умер, никто не взял эти участки, либо, значит, он либо используется с нарушением, либо отказался от земельного участка, вся эта информация была направлена в мэрию города Магадана, и они уже предлагают, и многие взяли под дальневосточный гектар вот эти вот земли. Собственники земельных участков сельхозхозяйственного назначения должны использовать их таким образом, чтобы земле как природному объекту не был нанесен какой-то вред. Если человек проводит сенокоз каждый год или просто на этой земле пасет скот, он обрабатывает эту землю, собственно, или нет? Земельный участок сельскохозяйственного назначения должен использоваться в соответствии с видом разрешенного использования. Если этот участок выделен под пашню, он должен под пашню и использоваться. Но если же на участке пашни, выделенном под пашню, он будет пасти скот и не будет обрабатывать эту землю сельхозтехникой, вносить минеральные органические удобрения, сеять, потом, естественно, скашивать эту продукцию или картофель там выращивать, или овощи, что делается, то тогда свойства земли будут ухудшаться. Она перейдет из более ценной категории в менее ценную. Поэтому с видом разрешенного использования нужно обязательно считаться. Часто есть такой классификатор вида разрешенного использования, и по этому классификатору муниципальное образование либо в аренду дают земельные участки для использования в сельскохозяйственном производстве. Так там и должно вестись сельскохозяйственное производство. Допустим, производство сена, производство кормовых культур, как часто бывает, потому что у нас в основном кормовые культуры выращиваются вот здесь. Если этого нет, то тогда нельзя сказать о том, что человек использует земельный участок по назначению. Ну вот помимо выращивания на ней что-то можно еще? Конечно, земли сельхозназначения и для рыбоволовства, и для животноводства, и для ведения КФХ могут использоваться. Пожалуйста, любые. И для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Множество видов сельскохозяйственной использования для земель сельскохозяйственного значения. Спасибо большое за разговор, Нина Александровна. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова